Музыка Всем привет! Не думала, что буду на даче вышивать. Вообще на даче нужно работать. Но вышивку всегда с собой беру. Вышивать мне не удавалось, поскольку мы ездим в основном вечерами. Днём очень жарко. А вечером некогда вышивать. Но вышивка всегда со мной. И вот сейчас подъезжали к даче. Вот буквально маленькая тучка наделала столько грязи, что мне копаться в этой грязи не хочется. И я обрадовалась, что у меня всегда с собой вышивка. В общем, сейчас повышиваю. Солнышко уже выглянуло. Пока немножечко подсохнет. Я с вами поболтаю. Правда, тему я никакую не готовила. Но, может быть, отвечу на несколько вопросов. Ричард страдает, хочет бегать. Сейчас побежит по пашне. И все лапы будут грязные. Мальчишка сидит привязанный. Ричик, не дают тебе побегать, да? Ну, посиди немножко. Сейчас подсохнет. Ричик, здрасте, скажи. Привет, мой сладкий. Привет. Сиди. Сиди, жди. Будем с тобой вышивать. Ну, не плачь, потерпи. Сейчас подсохнет. Вот она, правда, жизни. Не знаю, неужели опять будет дождь. Вроде не обещали дождя. Вот так, Ричик. Сиди, жди. Схватила то, что было под рукой. Вообще, я с собой в прошлом году возила кружевной букет от Нитекс. Но где-то он у меня в шкафу. И вот что было с краю, я быстренько взяла, потому что не думала, что буду вышивать. И вот, смотрите. У меня павлин от Дименшенс. Сейчас будет вышиваться. В комплект вот такие ножнички. Взяла. Видите, как подходит все по цвету. Я Алине такие ножнички заказывала на Алиэкспресс. И мне они так понравились. Я заказала себе тоже. Видите, они с наконечником, чтобы не уколоться, чтобы дырку они не сделали в пакете. Ну, в общем, такие классные ножнички. Я оставлю ссылку под видео, где я их покупала. Если нужно, проходите, смотрите. Так, это я уже показывала магнитик вот такой красивый. Мне дарили он. Смотрите, как идеально вообще подходит сюда. Ну, в общем, сижу, наслаждаюсь. Наслаждаюсь жизнью, вышивкой. Вообще на даче нужно от вышивки отдыхать. Вышиваю листочек. Очень неожиданное смешение цветов. Желтый и светло-зеленый. Я даже удивилась. Я даже удивилась. Перепроверила несколько раз. Да, действительно. Полукрест из двух вот таких контрастных нитей. Это вышивается листочек. Ну, в принципе, здесь вот на картинке тоже это хорошо видно, что это полукрест. И вот, кстати, в наборах Dimensions полукрест вышивается по направлению нижнего стежка. А в наших наборах в основном по направлению верхнего стежка. Ну, я, в принципе, делаю здесь как нижний стежок. Вышиваю. Ну, мне, в общем-то, нравится, как выглядит. Но в наших наборах я выполняю полукрест по направлению верхнего стежка. Вообще, в разных наборах, в разных картинах по-разному смотрится. Иногда бывает, что я меняю. То есть, вот я смотрю на глаз, и мне кажется, например, что в другую сторону будет лучше смотреться. И я меняю полукрест. Так, ну что, сейчас буду вышивать. Вопросы заранее я не приготовила никакие. Ну, в общем, сейчас то, что в голову взбредет, то и буду рассказывать. Вот так у меня схема прикреплена на пяльца. В принципе, мне очень удобно вот так вышивать. Но главное, чтобы магнит был крепкий, чтобы все это не падало. Ниточки вот здесь на скамеечку развесила. Ну, в общем, вот так в походно-полевых условиях буду вышивать. Вообще, идеально для этих целей подходят маленькие наборчики от МП-студии на пластиковой конве. В общем, нужно, наверное, какой-то маленький процессик начать и брать его с собой. Он очень мало места занимает. И я думаю, что не запачкается, потому что маленький наборчик вышивать быстрее, чем большой. Если большой всегда с собой возить, то можно, конечно, его сильно запачкать, особенно если дождь. Ну, вот сейчас ветра нет, нитки-то не улетят. А если, допустим, ветер. Вышивала я сколько раз на речке, и бывает, ветер дунет. Кстати, всегда боюсь, когда дунет ветер, чтобы у меня в речку не улетели нитки. Но на природу я всегда с собой вышивку беру. Мне нравится вышивать на природе. Сейчас вот мотор гудит. Надеюсь, не будет он нам сильно мешать, потому что нужно нам набрать ёмкость. Тимур уезжает на вахту. Не знаю, буду ли я приезжать одна. Вряд ли. Потому что надо работать. В общем, какую тему мне хотелось бы сегодня затронуть? Мне хочется поговорить на тему вышивка в отпуске и вышивка на природе. На самом деле я эту тему поднимаю уже давно. Ещё 2-3 года назад у меня были теги на природе. Кстати, многие девочки подписались на меня именно по тем тегам, которые я снимала на природе. Девчонкам очень нравится, когда на озере вышиваю. Но очень редко у нас бывает вот такая погода, тихая, чтобы не было ветра. Поэтому не получается у меня часто снимать такие теги. Сейчас тоже могло бы быть лучше, когда вот эта слива цвела. Если бы я сидела на фоне цветущей сливы, тоже было бы всё намного красочнее. Ну ладно, надеюсь и сейчас. Не сильно вас пугает мой фон. Я, кстати, через камеру не видела. Только когда буду делать монтаж, только тогда увижу, как выглядит задний фон. На природе очень сложно снимать. Кто снимал, знают. Потому что блики. От этих бликов не видно совершенно то, что происходит на экране. То есть только когда начинаешь делать монтаж. Бывает, что некоторые видео я так и не выкладывала. Либо звук от ветра плохой, шумит ветер. Либо солнце попадает в объектив. Либо что-то там на заднем плане не очень красивое. Ну, в общем, вот этим сложны вышивки. Вышивки, господи. Вот этим сложны видео на природе. Но девчонки просят почаще снимать. Почему у меня не получается снимать почаще? Потому что когда мы едем на рыбалку, я тоже рыбак. Я очень люблю рыбачить. И во мне борются вышивальщица и рыбачка. Если рыба клюет, то, естественно, я буду рыбачить. Обычно я делаю так. Я сижу в машине или ставлю кресло. Тимур берет удочки и идет рыбачить. Я жду того момента, пока Тимур не поймает первую рыбу. Если клёва нет, то я удочку разматывать не буду. Если клюет, то я бросаю вышивку и иду рыбачить. В общем, обычно это происходит так. И не получается снимать. Ещё один минус вышивки на природе. Это то, что на природе нужно гулять и наслаждаться видами природы. А мы в это время сидим, уткнувшись носом в свою вышивку. Но если посмотреть на это с другой стороны, я всю жизнь езжу на природу, всю жизнь езжу на рыбалку. Этих видов я уже столько насмотрелась и столько я уже снимала всего. Как говорится, что я там не видела. Но двигаться-то надо. Нет бы на природе поделать зарядочку, побегать там по полю на свежем воздухе. Но я настолько ленивая делать зарядку. Это, конечно же, плохо. Это очень плохо. Но ещё хуже, когда девчонки сидят дома и не выезжают на природу как раз из-за вышивки. Я постоянно говорю своим девчонкам-рукодельницам, не нужно летом сидеть дома. Нужно ездить на природу. Вот что выберете вы? Поехать с мужем на рыбалку или остаться дома повышевать? А большинство вышивальщиц выберут сиденье дома. Но я нет. Я люблю природу. Единственное, вот у нас тоже жарко. Вот и сейчас солнце печёт. Нужно бы сменить место. Когда смотришь фотографии, девчонки сидят на природе, на даче, вышивают. Это смотрится так красиво и романтично. На самом деле это не так романтично, как кажется. Потому что сильная жара, комары и мошки. Но это надо очень любить природу, чтобы вытерпеть и жару, и комаров, и мошек. Часто мы ездим с ночёвками. На моём канале Жили-были. Там есть прям по нескольку серий, целые сериалы, где мы отдыхаем в Кувандыке. Если вам интересно, заходите, смотрите. Когда мы на природе с ночёвкой, в этом есть особая прелесть. Сейчас сменю место, а то жарко. И продолжим. Вот так мне гораздо удобнее. Но для вас, наверное, не очень красивый вид. Ну, ещё нет цветочков. И там нет деревьев. Ну, куда деваться. Зато здесь не так жарко. И Тимур там будет на заднем плане у нас работать. Пока мы с вами будем наслаждаться жизнью. Тимур хихикает. А Тимур нормально переносит жару. Это я плохо переношу жару. Я жду, когда солнышко уже будет садиться. Тогда иду работать. Я на солнце работать не выхожу. Ну, Тимур работает на улице. Он привычный. Хотя я тоже когда-то работала на улице. Но сейчас я не хочу. Сейчас я хочу работать дома. С кондиционером. Конечно же, когда мы ездим на природу. Я на жаре там купаюсь. Загорать я не загораю. Вот. Но... Все равно надо избегать солнца. Особенно, когда давление зашкаливает. Вот. В такие моменты нужно, конечно же, избегать солнца. Многие не понимают, как так вышивальщицы, даже когда едут на курорт, берут с собой вышивку. А я, честно говоря, не понимаю людей, которые едут на курорт, лежат там на пляже и ничего не делают. Я не могу просто так лежать. Но если еще смотреть какой-то сериал или видео, другой разговор. Ну да, видами моря и природы тоже надо наслаждаться. Но наслаждаться этим круглосуточно я бы не смогла. Мне почему-то становится скучно. Мне обязательно нужно чем-то заниматься. Это не трансляция, Симур, думал, трансляция. Это я видео снимаю. Да? Трансляцию включить? Ну, если батарейка у меня сядет, то включу трансляцию. Мне кажется, здесь будет плохая связь, потому что здесь железная крыша. Мы все-таки находимся за городом. И в телефоне у меня хуже звук. Мне придется громко разговаривать. У меня была трансляция 24 часа. Мне надо отдохнуть. Я на легком труде, Тимур. Так что Ричард пьет водичку. Жарко. Вчера, позавчера было 33. Почему я не люблю курорты? У нас такая жара. Я не понимаю, зачем мне ехать на курорт. Честно, девчонки, не понимаю. Я уже много где бывала в своей жизни, в молодости. И ездить опять по тем же самым местам мне не хочется. Ну, что я там не видела, да? Многие любят море. Настолько любят море, что готовы ездить туда каждый год. Я нет. Мне нет разницы на море отдыхать или у нас в Солилецке. У нас в Солилецке соленые озера. Мертвое озеро, как его называют. Тоже есть у меня ролики на канале «Жили-были». И там грязь, бромное озеро. Ну, в общем, это своего рода такой лечебный курорт. И отсюда недалеко, где-то 200-300 километров, Красноусольск. Тоже, в общем-то, курорт. Если я захочу на курорт, так же у нас есть Бузулукский бор. Ну, я не понимаю, зачем я должна тратить столько времени на дорогу, тем более, что я дорогу плохо переношу, когда я могу побывать на наших местных курортах. Вот в прошлом году мы поехали в Москву. Классная была поездка. Но то, что мы ехали всю дорогу в машине, нужно было мне и на Красной площади побывать, на ВДНХ, ну и в других городах тоже нужно было посмотреть разные достопримечательности. Честно говоря, я очень устала. В молодости я не уставала. Я устала. И отдыха у меня не получилось. То есть у меня куча впечатлений. Я очень вообще рада, что я совершила такое путешествие по городам. Но я не отдохнула. То есть прошел год. Когда приехала, было много работы. Прошел год. И я совершенно не чувствую себя отдохнувшей. В этом году даже дачу будем сажать по минимуму. И хотим отдыхать. Но, надеюсь, здоровье позволит отдыхать на полную катушку. Ну, то есть ездить по нескольку дней, да, с палаткой, с ночевкой. В общем, хочется отдохнуть. Меня больше тянет в наш Солилецк, на наши озера, чем на курорт на море. Я не знаю, девчонки, почему. Но и на дорогу тратиться не нужно, и в то же время отдых. Вот тут действительно отдых. И знаете, я очень сопротивлялась раньше по поводу нашего соленого озера, что там есть какой-то лечебный эффект. Он действительно есть. Я каждый год ездила, и проблем с суставами у меня эти годы не было. Вот в прошлом году я не ездила, и все. Девчонки, меня заклинило. И заклинило, все обострилось. Так что я сделала вывод, что для меня наш Солилецк – это вообще идеальный курорт. И не надо никуда рыпаться, дергаться, тратить много времени на дорогу. Но какой еще минус? В Солилецке там везде соль. Везде соль. Там нельзя не положить, некуда положить ни сумку, ни вещи свои, ни тем более вышивку. Все будет в соли. То есть, если я буду снимать, фотоаппарат, камера, все будет в соли, руки в соли. То есть, там нет кранов, где можно руки помыть. То есть, это на выходе уже идешь в душ, и там моешься. А когда ты сидишь на берегу этого озера, там буквально все в соли. И вышивку, конечно же, мне жалко. То есть, вышивку туда я взять не могу. Но мы и не сидим там целый день. Мы едем на вечер, мы там искупаемся, наслаждаемся природой, отдыхаем и ночевать едем домой. Можно, конечно, там снять комнату, но дорого. Кстати, цена такая же, как и на курортах. Там очень дорого. Вот. Поэтому нам проще 70 километров приехать домой, чем снимать там квартиру. Ну, понятно, что и удобства там в этой квартире могут быть сомнительные, да. Ну, в общем, проще мне приехать домой. Так, я заболталась, сбилась. Вот еще одна из причин, по которой я на природе не очень люблю снимать видео. То, что я ошибаюсь. Вот я с вами болтаю. Это ладно, еще не тег у меня. Если был бы тег, я бы здесь еще больше сбилась бы. И вот знаете, что интересно? Вот я видео снимаю, да. Я с вами болтаю. Ну, я ведь вышиваю. Я не знаю, по какой схеме я вышиваю. Вот я могу вот так вот увидеть, что я вообще вышиваю не в том месте и не в том квадрате. Я настолько увлечена рассказом, но при этом продолжаю вышивать. Потом мне приходится распарывать. В общем, почти все работы, которые я вышиваю в трансляции или на видео, практически все я распарываю. Так что вот такие вот дела. А девчонки просят чаще снимать на курорте. И я понимаю, что многим, может быть, мой рассказ сейчас будет неинтересен, потому что он не о вышивке, только косвенно касается вышивки. Наверное, назову вышивка на отдыхе. Как-то так. Но мне очень хотелось с вами побеседовать на эту тему. И у вас спросить, кто из вас берет вышивку на курорт, и кто из вас не поедет на природу, а останется дома вышивать. Есть ли такие заядлые вышивальщицы, которые даже летом не хотят выезжать на природу? Просто на канале Жили-были, когда я выкладываю видео, где мы с ночевкой на природе отдыхаем, и многие пишут, ой, там же комары, там же жучки, там же змеи. Да, там еще и звери всякие дикие бывают. Вот, но все равно, как бы я не любила вышивку, но мне не хочется всегда сидеть дома. Мне все-таки хочется выезжать на природу, собственно, я вам тоже советую это делать. Жизнь проходит настолько быстро. Вот, когда настигают всякие болезни, то сидишь дома, вышиваешь, ну, если можешь вышивать в это время, и вспоминаешь, как классно в молодости веселились на природе. Вот, но вот многие девчонки практически не выезжают на природу, они сидят дома, вышивают. Вот, то есть летом они вышивают в том же режиме, что и зимой. Девчонки, каждый раз об этом говорю. Ловите моменты вот такие вот в жизни. Вышивка от нас никуда не убежит. Конечно же, запасы огромные, я понимаю. Все это нужно вышить, и нужно, и хочется. Вот, знаете, когда в моей жизни не было вышивки, вышивка в моей жизни где-то буквально, ну, лет пять, наверное, вот как я начала вести канал, этот канал я уже почти четыре года веду, где-то за год до этого, или за полгода до этого, я начала вышивать. Ну, то есть я начала вышивать, и практически сразу начала вести канал. И вот когда я сейчас беру вышивку на природу, я постоянно вспоминаю, а чем раньше я занималась на природе. Если сейчас я вышиваю, чем я раньше занималась. Ведь мы чаще ездили на природу, когда были моложе. Ну, понятно, когда мы ездили с друзьями, мы там развлекались, жарили шашлыки, танцевали. Всегда старались найти озеро где-нибудь там, такое место уединенное, где вокруг никого нет. Я люблю, кстати, вот такой отдых. Тимур работает. Я люблю такой отдых, когда мало народу. Вот почему я еще не люблю курорты. Потому что там большое скопление народу, а отдыхать я люблю в уединенных местах. Уедешь с друзьями в какое-нибудь такое уединенное место. И делай там, ну, что хочешь. Танцуй, песни пой. Хочешь под гитару, хочешь без гитары. Вот. Ну, в общем, я люблю вот такой отдых. На курорте меня, не то, что меня раздражают люди. Я очень люблю общение. Меня люди, как таковые люди, меня не раздражают. Меня утомляет суета, которая вокруг. Я люблю, когда вокруг тихо. И когда захочу я с друзьями петь песни или танцевать, на меня не будет никто коситься. Я буду это делать спокойно. Ну, в общем, вот такой я отдых предпочитаю. А девчонки мне задают вопрос, куда мы поедем в этом году. Никуда далеко мы не поедем, не планируем. Если только вынуждены, я не знаю, я как-то будет какая-то поездка. Но специально мы не планируем. Хотя мы и Москву в прошлом году не планировали. Я уже много лет мечтала побывать в Москве, вы знаете. Но заранее мы не планировали. То есть все это спонтанно получилось. Но нет, это лето просто хочу вот так отдыхать. Спокойно, расслаблено и где мало народу. Я очень люблю вести трансляции, вы уже заметили. Но, однако, мне тоже нужно отдыхать. Я не могу все время разговаривать. Девчонки спрашивают, когда будет следующий марафон. Девчонки, не скоро будет следующий марафон. Если честно, я тоже устаю разговаривать. Вот сейчас вот просто, чтобы не терять время, пока дождик решила поболтать. Но на самом деле я устаю постоянно разговаривать. Я могу вообще сутками молчать. Может, вам покажется это странно. Но я люблю молчать. Мне нужно время, чтобы восстановиться. А восстановиться можно только вот так, наедине с природой, наедине с своими мыслями. Чем я раньше занималась на природе? Я читала. Я всегда с собой брала газеты, журналы, кроссворды. В принципе, это хорошо. Это повышает уровень интеллекта. Но с другой стороны, когда в нашу жизнь пришел интернет, он занимает большую часть времени свободного, от этого потока информации я просто устаю. Мне очень нравится сейчас вот так вот сидеть и просто монотонно, монотонно, иголочкой прокалывать канву. Почему я даже не хочу сейчас какие-то замысловатые сюжеты брать в лето? Ну, девчонки, мозги тоже должны отдыхать. Мозги не должны постоянно напрягаться. А то потом давление шкалит. Поэтому, когда такие вопросы задают, а что вы читаете, какие вы фильмы смотрите, вы знаете, вот в последнее время вообще не хочу никакого потока информации. Хочу полный расслабон. Правда, я не люблю ездить на природу, когда холодно. Тимур ездит на охоту, когда холодно. И часто зовет меня с собой, но когда холодно, я ехать не хочу. Хоть он мне и говорит, ну, ты можешь в машине посидеть, печку включить. Нет, не хочу я сидеть в закрытом пространстве. Долго в машине. И так же я могу и дома посидеть. Вот, то есть, если я приехала на природу, то я должна на природе, сидеть на природе. Мне не хочется на природе сидеть в машине. Тогда лучше я посижу дома. Какую-то ерунду, наверное, рассказываю. Не подготовившись. Ну, ладно. Мы и в трансляциях, в принципе, то же самое обсуждаем. Так, о вышивке. Поближе к вышивке. В общем, с приходом вышивки в мою жизнь, мне на природе не нужна компания. Раньше мне обязательно нужна была компания. Мне было скучно. А теперь, когда в моей жизни появилась вышивка, мне никогда не бывает скучно. Даже наоборот, бывает, что меня от вышивки отвлекают. Вот. А мне хочется повышевать. Я не знаю, хорошо это или плохо. В принципе, общения в моей жизни много. На природе хочется послушать звуки природы. Бывает, шумные компании приезжают, включают музыку. Я, конечно, понимаю, что люди любят так отдыхать. Мы тоже в молодости так отдыхали. Но мне хочется на природе слушать звуки природы. Когда тишина, лягушечки квакают. Я люблю, чтобы было тихо. Ну, я, конечно, не делаю никому замечания, не возмущаюсь. Я прекрасно понимаю, что люди любят активный отдых, что им тоже нужен такой отдых. Я спокойно к этому отношусь. Просто стараюсь выбирать такие места. Где-нибудь какая-нибудь маленькая деревня, речушка. И там ставить палаточку и отдыхать. Конечно, ближе к Оренбургу таких мест мало. Но мы стараемся такие места находить. Потом некоторые спрашивают меня, а что это за место? Где вы были? Я не рассказываю. Я не рассказываю. У меня уже такое было. Мы такое классное место нашли. Наслаждались тишиной. И начали спрашивать, где такое место. И я в интернете об этом написала. Ну, вы знаете, да, в интернете стоит только написать. Уже моментально все это разлетится по всему интернету. Мы приезжаем на следующий год. А там вот просто сесть некуда. Все занято. Причем приезжают целыми газелями. По многу человек. Так, палатку поставить негде. Мы такого поехали искать другое место. У нас много есть таких мест, где мы хотим побыть наедине с природой. Еще хочу ответить на такой вопрос. Какие я выбираю сюжеты? Зависит ли сюжет от времени года? Нет, абсолютно не зависит. Вот то, что я сейчас взяла павлина, это то, что лежало с краю. Я могу... Могла бы взять сейчас елочную игрушку и спокойно ее вышивать. Так же, как и зимой, я могу вышивать цветы. То есть, совершенно я не смотрю на тематику. Нравится картина, вышиваю. В какое время года я ее вышиваю, мне абсолютно все равно. Девчонки, какой минус вышивки на природе? Наборов Dimensions. Очень длинные нитки. Очень длинные нитки. Ветром трепет, они путаются. А на природу нужен процесс с короткой нарезкой. Я такой вывод сделала. Либо вот с такими планшетками, которые я люблю, с дырочками, где в два раза перевешены нитки. А Dimensions вообще не для природы. А жаль. Наконечник от ножничек чуть не потеряла на природе. Вот так. Когда вышиваешь на природе, вечно либо какой-нибудь листочек улетит, либо какую-нибудь мелочевку потеряешь. Но куда деваться. Вот в такую папочку я все складываю. Все. Пойду девочке работать. Пойду помидоры рассаживать. Не знаю. Надеюсь, вам интересно было такое болтологическое видео. Если не понравилось, я не обижусь. Спасибо вам за просмотр. Всем желаю удачи. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok